День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Понедельникам, когда нам особенно тяжело. В 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. В самом деле понедельник и особенно тяжело, наверное, после пяти таких насыщенных событиями праздничных дней снова вернуться на рабочие места. Кто-то, может быть, еще прихватил парочку выходных и вообще получился мини-отпуск. Но, тем не менее, продолжаем наш эфир. И вот как раз сегодня постараемся поддержать тех наших слушателей, которые рассуждают, может быть, переживают из-за каких-то неудач. Потому что тема сегодняшней нашей встречи с врачом-психиатром, психотерапевтом Рейлием Резником Мартовым об удаче и неудачниках. Добрый день. День добрый. Телефоны в нашей студии, я напомню, 67212-93-9, 67213-93-9. Если есть что добавить, оспорить, прокомментировать, звоните или пишите на номер WhatsApp 2-006-191. Слово «неудачник» и вообще все с ним связано меня очень давно интересует. Ну, буквально, в сути, слово «неудачник» тот, кому не везет. Наверное, тот, у кого сумма невезения в жизни превосходит сумму везения. И мне всегда было интересно. По идее, такой человек заслуживает сочувствия. Он не везет человеку. Его можно посочувствовать, можно порадоваться, что не на его месте. Но, наверное, для вас не секрет, что в нашей культуре обычно слово «неудачник» произносится с неким презрением. То есть «неудачник» звучит осуждающе. Обычно в этом что-то вроде сам виноват. Я, кстати, интереса ради заглянул, что в гугле на эту тему пишут. И большинство психологических или околопсихологических статей тоже на самом деле. Ну, как не стать неудачником и так далее. И «неудачник» – это такое скопище всех недостатков. Он неудачник, потому что он ленив, потому что он труслив, потому что он склонен перекладывать ответственность на других, потому что он боится рисковать. И, в общем-то, такое ощущение, что это неудачник, когда осознанный выбор. То есть ты просто… Целенаправленно идёшь вот. Да, ты не хочешь приложить усилий. И этот подход со стороны психологов мне несколько удивляет, потому что, мне кажется, история намного сложнее. Давайте для начала разделим. Часто путают удачу и успех. А в чём разница? Разница даже на, скажем так, лингвистическом уровне. Удача – корень «дать». Это то, что тебе дано. Откуда-то свыше, очевидно. Успех, спешить, пешком и так далее, и так далее. Это твоё собственное движение к чему-то. То есть успех, по идее, – это нечто, к чему ты осознанно прикладываешь усилия. Удача – то, что тебе дано. То, что даже от тебя не очень не зависит. Ну вот кому-то везёт в карты, кому-то не везёт. За тобой везёт в любви, говорят. Есть такая теория сомнительная. И если удача – это то, что тебе дано, то потому что мы уходим в седую древность. Что такое вообще понятие удачи для людей? Откуда оно бралось? Если оно дано, кем оно дано? Богами. Богами. Слыша. И боги удачи – это очень древние боги. Они есть в массе самых разных культур. И, насколько я помню, были два варианта божественной удачи. Или это когда просто какой-то бог благоволит к человеку или к народу и даёт ему то, что нужно. Или были отдельно выделенные боги удачи. Отдельно выделенные боги удачи. Ну, например, всем известная римская богиня Фортуна, которая на самом деле одна из древнейших божеств. Насколько я понимаю, это божество, существовавшее ещё в доримские времена, в тех же краях у народов-предшественников Рима, которые потом переняли римляне. И у Фортуны, если мы помним, было два атрибута. Одно даже до сих пор, по-моему, присутствует в некоторых игральных залах – колесо Фортуны. Он вращается, и в какой-то точке ты окажешься, ты не знаешь. Или оно же может тебя вознести наверх и опустить вниз. То есть вращение колеса, где есть какие-то точки удачи. Ну и второй, тоже известный всем и любимый атрибут Фортуны – это рок изобилия. То есть из которого на некого счастливчика просыпались все блага, которые только можно себе помыслить. Деньги, слава, богатство, пропитание и тому подобные вещи. Фортуна была богиней на протяжении веков, которые поклонялись на полном серьёзе римляне, которая потом объединялась с другими божествами. Но понятна одна вещь, что человек удачливый, везучий, человек пользуется покровительством богов. И если мы вглядимся в всякие исторические хроники, правитель, вождь всегда должен был быть наделён удачей. Люди стремились к тому, кто подтверждал, что он удачлив. Его войско одерживало победу над врагами, его земля была богата урожаями или охотничьей добычей, или ещё чем-то. И пока вождю сопутствовала удача, за ним шли. Когда человек лишался удачи, то есть, когда всё шло не так в его народе, в его племени, в его государстве, ну, в лучшем случае от него просто уходили, а в более древние времена решали, что этот человек лишился любви богов или чем-то прогневал богов, и его приносили в жертву. Кстати, что интересно, вдруг вспомнил, что в довольно-таки большом списке богов, отвечающих за удачу, практически везде это удача, успех, везение. Это бог, отвечающий за удачу. И только, по-моему, у японцев бог, по-моему, называется Эбису, божество из Синтаистского пантеона, отвечал за удачу и трудолюбие. Да, мудро. Японцы смотрели в корень. Но вот удача могла действительно отвернуться от человека, который слишком много, ну, как мы бы сейчас сказали, о себе возомнил. Можно вспомнить тот же самый там Поликратов перстенек. Поликрат не возомнил о себе. Поликрат, когда я хотел, когда вы к этой истории перейти, на самом деле люди, насколько относятся с антипатией к неудачникам, настолько же они в общем-то часто относятся с антипатией к везунчикам, что слишком много удачи, тоже плохо. История Поликрата, во-первых, напомню нашим слушателям, тиран Поликрат, которому, ко двору, который его самудрец, потому что Поликрат процветал во всем, чем бы он ни занимался. Торговлю в Коросудах, его кораблей была доходна, то есть его страна процветала, он был любим, почитаем, и так далее, и так далее. И когда мудрец сказал ему, послушай, твоя удача очень пугающая, это не может кончиться добром, ты должен чем-нибудь пожертвовать. и Поликрат снимает спальцовую любимую, невероятно дорогой перстень, и швыряет его в море, чтобы принести жертву. И проходит время, к нему прибегают с кухни повар, говорит, вот рыбаки доставили рыбу, мы одну чистим, вот у него в брусь нашли этот перстень. Мудрец сказал, я, пожалуй, поехал отсюда, может, добром это кончиться не может. И да, через какое-то время явились вражеские войска, и убили Поликрата, и разграбили его государство. То есть, в общем-то, удача не такая однозначная вещь. Вот всегда есть история, что за удачу надо чем-то расплачиваться. Но вернемся к понятию неудачника, к тому, почему люди неудачников так уж не любят. Вот я тут, кстати, если можно, могу привести очень хрестоматийный просто настолько пример. Группа Битлз. Вот был в ней барабанщик в начале Пит Бест. И вот буквально накануне того, как должны были подписать они контракт с Брайаном Эпштейном, и вот группа взлетела вверх, они решили заменить его на Ринго Стара. Потому что, ну, я не знаю, по каким причинам, им больше нравился. Сам Пит Бест, я читал его мемуары, он говорил, что они мне завидовали, потому что я был самый красивый парень в группе, и девчонки, на самом деле, вот все вешались буквально на меня. И вот, дескать, вот они стали мне завидовать. И в результате получилась, ну, в общем, такая драматическая ситуация. Группа Битлз стала известна во всем мире, а барабанщик, который был с ними с самого начала, который ездил с ними, вот они в Германии выступали, он остался в безвестности. То есть, ну, как, он пытался собрать свою группу, он пытался какие-то... Но он остался на уровне вот этом вот Ливерпуле местечковом. И чувствовалось вот просто, ну, он, по-моему, жив до сих пор, но чувствуется вот в его книге бесконечная тоска. Что случилось? Вот почему? Почему? Вот это же действительно какой-то вот элемент вот случайности, фортуны, везения, потому что, ну, Ринго Стар не был каким-то безумно гениальным барабанщиком мира. Тем не менее, вот его взяли, может быть, за более покладистый характер, более какую-то такую вот лучезарную улыбку, хорошее отношение. Да, заметьте, Пит Бест остался в живых до сих пор. Чего не скажешь о большинстве группы Битлз. Ну да, ну, Ринго Стар тоже еще здравствует. Я думаю, что люди, которые говорят о неудачниках с презрением, а презрение – это отдельная тема, как посвятим ей передачу, на самом деле это отношение берет начало в седой древности. Человек, который отмечен нелюбовью богов, человек, которому не сопутствует удача, а сопутствует бедствие и несчастье, ну, во-первых, не нужно держаться подальше. Как будто бы заразно, да, вот это? Да. И это, кстати, очень такая удивительная тема, которая звучит часто в наставлениях – держитесь подальше от неудачников. Не дружитесь с неудачниками. Неудачник – это как инфекция. Прекращайте отношения, не помогайте, не поддерживайте, и так далее. То есть, на самом деле, перевести на другой, более простой язык – если твоему другу не везет, брось его, если твоему родственнику не везет, брось его, то есть, ничего хорошего не будет, спасай себя. Вот такая тоже история напоминает тех самых королей, которых приносили в жертву. Как будто тебя призывают принести в жертву своего друга или своего члена семьи, лишь бы эта проказа удачи не коснулась тебя самого. Ведь тоже, действительно, неудачник часто рассматривается, как тот, кого надо сторониться. То, что в Средневековье делали с прокаженными, когда они заставляли надевать специальную одежду и звонить в колокольчик, чтобы все разбегались при их приближении. И, кстати, проказы тоже считались проявлением Божьего гнева. В Ветхом Завете проказы обествующим поражаются люди, чем-то не угодившие Богу и являются ритуально нечистыми. Так вот, неудачка – это та же болезнь, нечистота, которая поражает. И, заметьте, что мы, современные люди, об этом думаем с каким-то ужасом. Этот ужас обращается в страх, в гнев стремление оттолкнуть. То есть, ну, мы с вами знаем, много раз говорили, когда мы кого-то за что-то очень бичуем, это называется проекция и очень часто то, что нам не нравится в себе. Вот, не кажется, когда мы человека бичуем за то, что ему не везет, мы всеми силами заявляем себе, это не про меня, это точно не про меня, это что-то абсолютно чуждое, и, наверное, раз он такой неудачный, я считаю, заслуженно. Но я-то хороший человек, мне не может коснуться божий гнев. Я усерден, честен, я стараюсь, вот, мне, наверное, везет, и, а он плохой. вот это тот, кого мы отвергаем и презираем, мы таким образом заявляем, я точно не он или он точно не я. И, как я уже говорил, даже психологические статьи сводят феномен неудачника просто к сумме недостатков. То есть, даже там мы человека как-то бичуем, тут мы всем вопросом выходим на глобальный вопрос, а верим ли мы в судьбу. Потому что можно ли считать неудачником человека, которого скосила какая-то страшная болезнь? можно ли считать неудачником человека, на которого напали, не повезло ему встретиться с компанией пьяных хулиганов, его убили или искалечили. И, конечно, можно сказать, а не надо было ходить там, а смотреть надо, а думать надо, или спортом заниматься надо и так далее. Можно всегда найти массу аргументов, за что бы объяснить человек, что он сам виноват. Но, на самом деле, вопрос, есть ли судьба, наверное, каждый из нас себе задаёт. Я лично считаю, что судьба есть. Здесь тоже вопрос, какие вещи мы пытаемся на неё списать, а какие действительно с нами происходят. Я думаю, что она есть. Я думаю, что люди, отрицающие существование судьбы, наверное, есть своё обоснование для этого. Мне кажется, любому из нас страшно признать, что есть нечто от нас независищее, что есть нечто в нашей жизни, в нашей судьбе от нас независищее. Мы рождаемся в той или иной семье, мы рождаемся с теми или иными генетическими предрасположенностями к болезням. мы рождаемся, мы говорим, что, в общем-то, интеллект тоже передаётся наследственно во многом. Мы рождаемся где-то с потолком в самых разных сферах нашей жизни и можем, конечно, стараться его продвинуть, приподнять его, но всегда рядом будут находиться люди, которых потолок будет намного выше, чем наш, и он будет легче поддаваться. Но рядом будут находиться и те, кому намного хуже, чем потолок ниже, непробиваем и так далее. Вот это, наверное, те, кто ниже нас, их кому-то и хочется называть неудачниками и декларировать свое несходство с ними, декларировать, насколько мы их отвергаем и осуждаем. Но ведь есть в самом деле люди, вот классический пример из литературы это лариотик из Белой Гвардии, который постоянно, ну, сам признается, что у меня все валится из рук, чтобы я не взял, вот обязательно я разобью. То есть, вот, ну, вот такой тоже классический пример вроде бы забавного, милого, ну, вот неудачника. И, возможно, в любой компании, большой компании всегда находится такой, как бы, человек, над которым начинают подшуть, но которого вот просто наделяют вот каким-то вот, не знаю, маркером, что это вот человек, над которым можно посмеиваться, неудачник, вот, может быть, это тоже какая-то вот часть вот какого-то социальной психологии, когда вот мы вот выделяем какого-то человека и наделяем его этими чертами. Знаете, на что это похоже? Вы же знаете выражение козёл отпущения и знаете его происхождение. Да. Козёл отпущения это древние евреи обычно раз в году выбирали некоего козла, на него складывались все грехи, все провинности и его прогоняли в пустыню, чтобы где-то там он достался демону пустыни и стал жертвой и унёс с собой все грехи. Я думаю, когда мы в компании назначаем кого-то мишенью для шуточек, для насмешек, более или менее жестоких, то так или иначе мы следуем древней традиции. Выбираем козла отпущения, который несёт на себе все наши страхи, все наши тревоги. Потому что я ещё раз подчеркну, на мой взгляд, люди презирающие неудачников, описывающих чёрными красками и так далее, в основе банальный человеческий страх. Банальный страх того, что это может произойти со мной, не дай бог. Поэтому лучше я заранее объявлю, что это ни в коем случае не про меня. Я исполню ритуал отвержения. Я назначу своего личного козла отпущения и куда-нибудь его подальше от себя прогоню. Мы сейчас ненадолго буквально прервёмся и продолжим программу Диагноз недели врач-психиатр-психотерапевт Резник Мартов в нашей студии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте Радио Болтком. Продолжается программа Диагноз недели врач-психиатр-психотерапевт Резник Мартов в нашей студии. Напомню, телефоны 67212-93-9 67213-93-9 мы говорим об удаче и неудачниках. Вот хотя, ну вот что можно всё-таки И часто человек, которого мы считаем неудачником, может быть, все-таки на самом деле придерживается другой точки зрения. Все какие-то литературные примеры, но вот в пьесе Вампилова «Старший сын», ведь герой в прекрасном фильме Евгения Леонова, он всю жизнь пытается написать какое-то произведение. Ну, то есть вроде бы талантливый человек, он пишет музыку, сочиняет, но ее в стол никак не может закончить какое-то большое произведение. Играет в оркестре, в основном на похоронах и свадьбах, то есть такие вот как бы мелкие. Но в конце фильма вот у него есть монолог, и это прекрасно, вот просто отыграно Леоновым, когда он говорит «Я неудачником себя не считаю». То есть все-таки вот когда он находит какое-то оправдание морально своей жизни, что вот у него старший сын, которого сыграл Караченцев, блестящий в этом фильме. То есть у него наступает какой-то, ну вот момент просветления, может быть, он вдруг осознает, что вот он не зря прожил жизнь, у него есть все-таки дети, продолжение его и его семья. То есть вот какие-то такие вот вещи. То есть человек, может ли быть так, что человек, которого мы считаем неудачником, на котором мы посмеиваемся, может быть, на самом деле он сознательно выбрал такую тихую, спокойную, размеренную жизнь без громких взлетов, но и без громких, может быть, таких падений. Неприметная жизнь. Ну, наверное, если это более-менее общая или общепринятая шкала удачи-неудачи, но мне кажется, что когда мы начинаем кого-то измерять, встраивать в какую-то систему, во-первых, в свою индивидуальную, во-вторых, даже опять, судя по тем статьям, которые я читал, мы опять начинаем путать удачу и успех, и мерить человека по его достижениям исключительно, насколько он богат, насколько он славен и так далее, и так далее, такая так себе концепция. Ну, тем более древние говорили, не суди о том, успешен ли человек, пока он не умер. И это тоже, и это тоже. Я думаю, что математика Перельмана, которая доказала эту гипотезу по Анкаре, по-моему, и отказалась от миллиона долларов, наверное, многие сочтут неудачником, будут отзываться о нем с пренебрежением. Наверное, меньшая часть отнесется к нему иначе. Я думаю, что измеряя человека, причисляя его к удачникам и неудачникам, его успех или не успех, опять стоит задуматься, а откуда взялась у тебя шкала, которую ты этого человека пытаешься измерить. С чего ты взялась, что она правильна, с чего ты взялась, что она универсальна, с чего ты взялась, что то, что является успехом для тебя, это автоматически является успехом для кого-то другого. Возможно, есть люди, для которых ездить на хорошей машине, иметь дома хороший телевизор, часто путешествовать, являются крайним мерилом успеха. И если их шкала такова, значит, для них так и есть. Значит, что люди, которые живут иначе, являются по определению неудачниками, большой вопрос. Поэтому, мне кажется, вот говорят, не лезть в чужой монастырь со своим уставом, даже и в чужую жизнь не стоит лезть со своим уставом. В чужую жизнь тоже не стоит пытаться оценивать. Оценивать вообще-то, какая болезнь нашего времени, в чем, кого-то надо оценить, соответственно или нет, проходит какую-то проверку или не проходит. — Ну, вот я никогда не любил встречи одноклассников, потому что это всегда превращается с течением времени все равно в какую-то ужасную оценочную шкалу. Каждый примеряет себя, свою жизнь на жизнь других и пытается оценить, кому больше повезло в жизни, кто является удачником. — Я не думаю, что каждый это делает. Я не думаю, что каждый это делает. Я думаю, кстати, вспомнил, еще в доковидную эпоху в моей школе была встреча одноклассников. Я пришел, не нашел никого из одноклассников, но нашел среди старшеклассников, которые принимали нас, девушку, которая оказалась дочкой моего одноклассника, который не пришел, потому что у него был инсульт, и мне было достаточно грустно об этом услышать. И уж точно, не знаю, мне кажется, вот это мериться с кем-то успехом – это уже к тебе и к твоему психотерапевту. Почему тебе все время надо с кем-то нервно мериться, кто сильнее, кто успешнее, кто удачливее? По идее, с годами это должно проходить, а если не проходит, то это достаточно печально. – Звонок? – Да, у нас все время звонок. Да, здравствуйте, добрый день. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – У меня яркий пример удачи, неудачи и зависти – это биография маршала Жукова. Он стал чрезвычайно после войны популярным у народа, и Сталин стал завидовать и сослал его в Одессу, там и Хрущев, его тоже расправился с ним. Ну и у людей также тоже в миниатюре все происходит. Спасибо, почему так? – Да, тоже пример, соответственно, считать маршала Жукова неудачником сможет только очень пристрастный человек. Кто-то может его не любить, кто-то его обвиняет в том, что он положил очень много солдат, но я не военный историк, поэтому нет по точки зрения. Мне кажется, есть еще один важный аспект. Когда мы кого-то называем неудачником и к нему относимся с пренебрежением и с презрением – это полбеды. Вторая часть проблем, когда человек сам себя назначает неудачником. Вот это, мне кажется, куда серьезнее, потому что иметь дело с собственным осуждением и собственной низкой самооценкой куда сложнее, чем с осуждением окружающих. От окружающих можем отмахнуться, окружающих может на себя посмотреть или «вот я такой, мне так нравится жить» и тому подобные вещи. А вот человек, записавший в неудачники себя, когда насыпятся удары судьбы и тому подобные вещи, с этим куда сложнее. Тут возникает вопрос, что на самом деле под этим кроется. Ну, первое, что приходит мне самое простое на ум, человек, который считает, что он ничего не добился в жизни или что какая-то череда ударов судьбы, не в обрушившихся, заслужена. То есть первое, что приходит в голову – это депрессия. То есть депрессия – это по определению темный взгляд на себя и на свою жизнь, и вообще на окружающую реальность. Депрессия очень часто связана с заниженной самооценкой, с чувством вины, с осуждением себя, с классической мыслью «у всех все хорошо, я один такой» и так далее, и так далее. То есть один из вариантов – это депрессия. И тут, наверное, решение простое. В сочетании психотерапии с курсом антидепрессантов человек возвращает более адекватный взгляд на себя. Другой вариант, наверное, у ощущения себя неудач, какая-то защитная функция. Ну, я неудачник, что с меня возьмешь? Не стоит и стараться, не стоит пытаться строить отношения, не стоит пытаться добиваться чего-то по работе, не стоит пытаться вообще заниматься ничем, потому что ты обречен на неудачу. И здесь происходит интересная подмена понятий. Человек настолько боится неудачи, настолько боится, что, потерпев неудачу, поражение, будет грустно, что он почувствует себя униженным и так далее, что для того, чтобы избежать участия в каких-то событиях, чреватых неоднозначным результатом, он заранее назначает неудач, ему устраняется из этого. И, казалось бы, он устранился из соревнований с окружающим миром, с окружающими людьми, ему уже и спокойнее, соревноваться не надо, я не проиграю. Но, с другой стороны, он уже ощущает себя проигравшим. И вот неудачная, как защитная позиция, в чём-то она комфортна. Можно тебе массу объяснений, но так судьба распорядилась, так Бог велел. Ну вот буду жить так, как живётся, и я не верю, что так уж плохо. Если человек ухитряется сам с собой договориться об этом, возможно, ему так и стоит жить, кто мы такие, чтобы его судить. То есть он сам себе назначил такую терапию, чтобы успокоить себя. А можно ли вот считать кризис среднего возраста вот тоже моментом, когда человек ощущает себя неудачником? Ну, то есть вот люди, которые проходят, начинают, ну, очень так критично оценивать в определённый момент вот жизненного цикла, что ты успел сделать, всё ли ты смог чего-то добиться, того, чего хотел. Склонность к рефлексии, она так действует на людей. Был старый анекдот про людоеда, которому не спится. И он думает, как я живу вообще, чего я добился, и так далее, и так далее. Он ворочается, будит свою жену людоедку, она говорит, опять. Сколько тебе говорил, не ешь интеллигентов на ночь. Вот это вот склонность к ковырянию себя, и что я добился. На кризисе среднего возраста я к этому понятию отношусь скептически. У многих он врождённый. Сдавать себе вопрос, чего я добился, можно на любом этапе. И как справедливо заметили, пока только перед смертью можно подумать, как ты жил, и подводить некоторые итоги. А если мы верим в загробную жизнь, то и перед смертью рановато их подводить. Есть ещё такое понятие. Слушай, есть добрые неудачники и злые неудачники. Добрый неудачник – это человек, который, невзирая на все свои бедствия, не озлобился на мир. Он добрый. И опять, что такое добрый – это такой интересный вопрос. Или он, невзирая на собственные бедствия, может быть кому-то поддержкой, опорой, помогать кому-то, вдохновлять, поговорить вовремя, поставить плечо и так далее. Или добрый он, потому что никому вреда не причиняет. Это тоже, здесь есть некоторые нюансы. Злой неудачник – это такой типаж известный. Человек, озлобленный на жизнь. Человек, которому, который ощущает себя неудачником, вот он сам к себе относится с тем же презрением, злостью, как те люди, которые осуждают неудачников. И, естественно, здесь, когда человек зол на себя, один из способов защиты – начать занимать то, что называется внешне обвиняющая позиция. То есть люди, которым вокруг должны быть виноваты, потому что тебе плохо. Или общество должно быть наказано. Ну вот, недавняя история, почему-то это больше характерно для азиатских стран. В Китае какой-то 30-летний парикмахер проиграл на бирже большие деньги и решил отомстить обществу за это. Разогнался на машине, врезался у людей на пешеходном переходе. Пять покойников и пять тяжелораненых. Или человек, который считает, что судьба несправедлива, и он должен кого-то за это наказать. И тогда в той же Азии почему-то очень распространенная история, когда человек с ножом врывается в детский сад или в школу и начинает резать всех подряд. То есть вот это та ситуация, где человек за свои неудачи заставляет расплачиваться окружающий мир, окружающих людей. И это, наверное, тоже было бы предотвратимо, если бы человек себе задумывался. Я вообще к чему клоню? Вот это неудачник – это, конечно же, штамп. Это штамп, это очень субъективное, очень неоднозначное понятие. Поэтому, ну, как всегда, то, что мы делаем в терапии – это вслушиваемся в себя, в свои чувства, в свои мысли. То есть, если вы ощущаете, что к вам фортуна благосклонна, а вот там есть неудачник, и его стоит презирать или искать, почему он такой плохой и так далее, прислушайтесь к себе. Откуда у вас такое стремление осудить человека? Почему к человеку, к человеку, которому не везёт, вы испытываете несочувствие, а какие-то достаточно злые и едкие чувства? Почему вам хочется его как-то заклеймить, уличить в том, что он неудачник и так далее? Или, если вы сам себя ощущаете неудачником, задумайтесь, по какой шкале вы себя оцениваете. Задумайтесь, чьими глазами вы на себя смотрите, откуда этот взгляд взялся. Задумайтесь, почему вы себя наказываете или, назначив себя неудачником, лишаете себя шанса на перемены. То есть неудачник – это штамп. Это вот фраза «мне на данном этапе жизни не везёт» и фраза «я неудачник» – это фраза, наполненная совершенно разным смыслом. «Мне не везёт на данном этапе, здесь и сейчас, у меня есть перспектива, у меня есть возможность, я могу что-то изменить». «Я неудачник» – это навсегда. И это оправдание своей несчастности, оправдание своей бездельности. Это вас не делает плохим человеком, это вас делает несчастным человеком. Поэтому осуждаешь ты кого-то или осуждаешь себя, вслушайся в себя и в эту шкалу. А заодно задайся вопросом, почему ты не испытываешь сочувствия к тому, которому плохо, даже если это кто-то ты сам. Наверное, так. Спасибо, врач-психиатр-психотерапевт Риэль Резник Мартов и программа «Диагноз недели». Мы встретимся в следующий понедельник. Всего доброго вам, до свидания. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова